Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии Муза Викторовна Винокурова. Главный специалист, юрист отдела жилищной политики Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Муза Викторовна. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о проблеме обманутых дольщиков. Известно, что эта проблема наиболее остро встала лет 5 назад. Скажите, пожалуйста, какая была проведена работа Министерством архитектуры и строительного комплекса для решения этой проблемы? Добрый день, уважаемые телезрители. Хотелось бы сказать, что проблема по обманутым дольщикам возникла, конечно же, давно. И правительство Республики Саха-Якутия совместно с Министерством архитектуры занимается этой работой с 2011 года. Как раз тогда началось поручение президента Российской Федерации по защите обманутых вкладчиков. Нами была разработана государственная подпрограмма о недобросовестной поддержке граждан, пострадавших, государственных исполнения застройщиками своих обязательств. Был принят закон Республики Саха-Якутия. А также были приняты подзаконные акты, которые раскрывали механизм оказания помощи обманутым дольщикам. В соответствии с данными мероприятиями у нас было две категории пострадавших участников строительства. Это те граждане, первая категория, которые вложили денежные средства в проблемные объекты, которые на территории Республики Саха-Якутия находились. А вторая категория граждан, это граждане, которые вложили средства в строительство проблемных объектов, расположенных на территории иных субъектов Российской Федерации. По первой категории граждан, которые вложили средства в объекты проблемные на территории Республики Саха-Якутия, это были такие застройщики, как Социальная инициатива, Теоприд, ЖСК Новострой, Промстройресурс. Там строительство объектов велось с 1998-1999 года, и даже по настоящий момент эти объекты до сих пор не завершены. Как вы знаете, вот напротив третьей школы стоит дом, ЖСПК строим вместе. Дом до сих пор не завершен. Получается, фактически застройщики деньги собрали с граждан, но самоустранились, получается. У них было нецелевое использование денежных средств. Самоустранились от достройки объектов. И все это пришлось уже, решать эти проблемы пришлось уже министерству. А вот какие механизмы существуют для решения вот этой проблемы большой еще? Ну вот в соответствии с нашим законом, гражданам предоставляли социальные выплаты в размере фактически вложенных средств. То есть, например, если гражданин на тот период времени внес миллион рублей, ему выплачивалась данная сумма. По гражданам, которые вложили денежные средства на территории иных субъектов Российской Федерации, это такая категория граждан, которые получали государственный жилищный сертификат. Была такая категория граждан. Да, для приобретения в других субъектах России. Они, получается, вложили денежные средства в строительство объектов, и также объекты не были завершены. Они также получили социальные выплаты. И, значит, всего с 2012 года по 2015 годы у нас 299 человек получили социальные выплаты, которые по республике Саха-Якутия, и 79 граждан, которые вложили денежные средства на территории иных субъектов Российской Федерации. А сколько всего было обманутых дольщиков на тот момент? Вот 299, значит, получили социальные выплаты. Остальные как? Заявлений, на самом деле, было очень много. Конечно. Порядка 600. Но там, вы знаете, граждане подавали заявления, которые вкладывали денежные средства не в объекты проблемные. Например, как вы помните, было на тот момент очень распространено вкладывание денег в жилищные, ну, вообще различные кооперативы. Например, даже в жилищные или вообще в кооперативы. Однако в договоре у них, значит, не было объекта строительства. То есть граждане вкладывали средства для получения какой-то определенной денежной выгоды, но и с целью, с последующего приобретения какого-то объекта. Однако наименования объекта не было. То есть вот этих граждан мы не учитывали, мы им отказывали, потому что мы посчитали, что данные правоотношения должны регулироваться уже гражданским законодательством и должны взыскиваться уже в судебном порядке. Муза Викторовна, а на сегодня какая ситуация вот с обманутыми дольщиками в республике? На сегодня, скажем так, у нас идет второй этап по поддержке обманутых дольщиков. У нас на сегодня 18 проблемных объектов. Из них 8 проблемных объектов расположены на территории города Якутска. И 10 объектов расположены, значит, 9 это объекты ООО «Макрос», они расположены в Чоропче. Один объект ООО «Северно-теплострой-сервис» в городе Ленске. По Якутску, значит, это два объекта «Северная строительная компания» по Кандаршвили. Значит, два объекта ООО «Тепло-сервис» по Покровскому тракту 7-й километр. Так, и, значит, ЖСПК «Стерх», они находятся по Пекарского 6. Там тоже объекты, которые, значит, строятся уже, получается, в течение 5 лет. И до сегодняшнего момента они не достроены. Ну вот известно, что вышел новый закон, который как раз страхует граждан от подобных ситуаций. Вот расскажите более подробно об этом законе, какова его суть. Вообще, правоотношения дольщиков, они регулируются 214-м федеральным законом. Значит, этот закон, да, предусматривал страхование договоров долевого участия, при котором застройщик был обязан страховать договора долевого участия, значит. И подразумевалось так, что при процедуре банкротства гражданин будет получать страховое возмещение. На сегодняшний момент у нас какая ситуация возникла? Что, да, действительно, некоторые договоры были зарегистрированы, но сами страховые компании уже сами вошли в процедуру банкротства. Вот. Поэтому у нас, например, по Северной строительной компании, по второй очереди, у нас только, получается, 17 граждан, у которых есть договоры о страховании в действующей компании. И вот по ним мы уже отрабатываем, чтобы они уже получили свои страховые возмещения. А этот объект так и не будет достроен? Так его и оставят? Он же на какой стадии, например, на Каландрашвили? Ну, нами работа ведется вообще. В правительстве создана межведомственная рабочая группа по защите обманутых дольщиков. Туда включены представители министерств, ведомств, прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций, выработаны и разработаны дорожные карты по завершению строительства проблемных объектов. Значит, планируется так на сегодняшний момент. Значит, два варианта решения проблем. По объектам с высокой степенью готовности это будет завершение строительства объектов. Значит, по первой очереди Северной строительной компании дольщиками создан жилищный строительный кооператив. И дольщики сами уже намереваются достраивать объект. Конечно же, правительство будет всячески помогать данным гражданам. Нами сейчас разрабатывается и закон о дополнительных механизмах, именно поддержки жилищно-строительного кооператива. Также, например, объект с высокой степенью готовности это жилищный строительный кооператив. Граждане, значит, собираются вкладывать все равно дополнительные денежные средства и достраивать объект уже собственными силами, но при участии министерства и правительства. В Чуропче, например, администрация Чуропчинского УЗ занимается проблемами дольщиков ООО «Макрос». Они реализуют земельные участки и вырученные средства планируется направить на завершение строительства объекта с высокой степенью готовности. Долевое строительство – это вообще очень популярная схема приобретения жилья для граждан. Скажите, пожалуйста, от чего нужно предостеречь наших граждан, если они уже собираются стать участниками этого долевого строительства? На что стоит обращать пристальное внимание, чтобы не пополнить ряды обманутых дольщиков? Самое главное, граждане, конечно же, при заключении договора долевого участия, должны заключать именно договора долевого участия, то есть не договора инвестирования, не договора займа, не договора вложения денежных средств, только договора долевого участия. И эти договора должны все проходить в государственную регистрацию в обязательном порядке. Граждане вообще должны быть очень бдительны при внесении денежных средств застройщику, должны быть внимательны, проверять проектную документацию, проверять, опять-таки, репутацию застройщика, не вкладывать денежные средства, например, в нежилые объекты, Потому что на сегодняшний момент сложилась такая ситуация, например, когда граждане вкладывают средства, например, какие-то в гаражи, а у них, например, над ними есть надстроенные помещения. Соответственно, это же не жилые помещения. И потом возникают трудности с переводом таких объектов. Граждане не могут оформить свои помещения. Ну понятно, что когда человек приходит в офис, чтобы заключить договор долевого участия, то ему там очень хорошо все расскажут про этих застройщиков. А на самом деле, вот проверить чистоту застройщика, его репутацию, куда может гражданин обратиться с такими вопросами? С такими вопросами гражданин должен обращаться в администрацию города Якутска, в департамент градостроительства, управление госстро-жилнадзора, который ведет всех застройщиков, ну и в Министрой. Ну вот мы уже с вами говорили об этом законе. Насколько я знаю, законом предусмотрено, что средства граждан будут аккумулироваться где-то в одном банке, блокироваться там до момента завершения строительства. А сам застройщик строит жилой дом за счет кредитных средств из этого же банка. Ну вот вы мне уже сказали, что механизмы пока еще не отработаны. И вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот гражданам сейчас до вступления в полную силу вот этого закона, пока он практически не начнет реализовываться, можно ли вот сейчас приобретать? Или все-таки стоит немножечко подождать, когда вот все как-то образуется? В 214 закон вообще в 2016 году были внесены очень большие изменения. В части ужесточения требований к застройщикам, которые привлекают денежные средства именно на строительство жилых объектов. Значит, на сегодняшний момент очень большое новшество, что застройщик должен размещать проектную декларацию в электронном виде, должен делать открытые данные о себе, о судимости, о недоимке в пенсионные налоговые организации. Ну и самое большое новшество было внесено тем, что отменено страхование договоров долевого участия. В настоящий момент было принято постановление Российской Федерации буквально 7 декабря 2016 года о создании компенсационного фонда для защиты обманутых дольщиков. Это значит подразумевается сейчас, что застройщик до заключения первого договора долевого участия обязан вносить 1% от плановой стоимости строительства объекта в данный фонд. Этот фонд, средства этого фонда будут распространяться, во-первых, на компенсацию обманутым дольщикам, а также на возмещение затрат нового приобретателя или жилищно-исследовательного кооператива, который был создан для завершения строительства проблемного объекта. Скажите, пожалуйста, вот это новшество не повлечет ли увеличение стоимости жилья? Ну вот компенсационный фонд, там 1%? Ну изначально, когда вводилось страхование договора долевого участия, тоже все боялись, что это повлечет удорожание стоимости договора. Однако это все равно не произошло. Все равно стоимость квадратного метра строительства жилья растет в любом случае. Также здесь мы надеемся, что не будет большого. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз напомню, что гостем в студии была главный специалист-юрист отдела жилищной политики Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Муза Викторовна Винокурова. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»